Макдональдс вложил в раскрутку вот этого гамбургера 300 миллионов долларов, утверждая, что Arch Deluxe создан специально для детей. Это стало самым дорогостоящим провальным предприятием в индустрии быстрого питания. Китайская компания, производитель дорогих секс-кукол, вдохновившись современным концептом так называемой sharing economy, ее еще называют долевой экономикой, предложила потребителю вариант аренды искусственной девушки совместного пользования за 45 долларов в день. Бизнес этот вскоре был закрыт властями КНР за непристойность. Всего в этом музее представлено более ста фиаско. Некоторые откровенно смешные, как, например, это замороженное лазанья под маркой Calgate, или Hula Stool, который, как рекламируется, поможет вам накачать пресс даже при сидящей работе в офисе. Некоторые нам знакомые, как концепт надувной мебели фирмы IKEA, который сдулся очень быстро и в прямом, и в переносном смысле. Есть и поучительные примеры, такие, как история Титаника. Знаменитый океанский лайнер был спроектирован по последним технологиям. Тогда про него говорили, что даже Господь Бог не сможет его потопить. И, казалось бы, сегодня, в 21 веке, люди должны были бы стать умнее. Но нет. Перед вами несостоявшееся будущее соковыжимания. Модель Jusero стоимостью в 400 долларов, созданная в Кремниевой долине. Какие-то ютюберы выяснили, что можно просто выжать руками сок из пакета с нарезанными фруктами, который поставляется той же компанией, и получить точно такой же напиток, как и из машины. Компания обанкротилась. Это классический пример того, как Кремниевая долина решает проблемы, которых не существует. Сэм Вест, изучающий психологию инновации, говорит о том, что в сегодняшнем обществе неудача несправедливо считается чем-то позорным. Между тем, любое фиаско – залог движения вперед, убежден он. Есть в музее стена исповеди, где посетители могут признаться в собственных провалах. Кто-то завалил экзамен, кто-то неудачно вышел замуж, кто-то обидел родителей. Создатели выставки убеждены, что большинство людей могут учиться на своих ошибках. За исключением некоторых. Дональд Трамп построил свой имидж на идее того, что он успешный бизнесмен. Но, как утверждает посвященная ему экспозиция, в жизни президента США один крах следовал за другим. Университет Трампа, различные казино, настольная игра, водка, бутилированная вода – все они коммерчески не удались. У него даже было производство замороженных стейков, которые он продавал в магазинах электроники. Компания закрылась через два месяца. У Дональда Трампа множество провалов, но он на них не учится, так как он не хочет признавать свои поражения. По прогнозам Сэма, президентство Трампа тоже попадет в его музей. Но этот вопрос уже из области политики. Евгения Дилло, «Настоящее время Америка» из Лос-Анджелеса.